Экспедиционный проект 7 ветров. Мы расширяем горизонты. В прошлой серии наши зрители побывали с нами в ущелье Марково, а до этого мы посетили Кубок России по Хард Эндуро, который организовал магазин Спортив 05. Наша следующая точка тоже относится к заповеднику Саракумские барханы. Есть место на некотором отдалении от Саракумского бархана. Путь туда не слишком длинный, но качество дорожного покрытия, в общем, как всегда. И к тому же наш джип с незаконченным тюнингом тоже доставляет ряд хлопот. Закипели немного. И все больше тревожит управляемость авто. Подозрения на рулевой демпфер, однако внешне все в порядке. Проверяю даже задний мост. Спонсор 7 ветров Мальсагов продукт. Какое бы направление ни выбрал, обязательно что-нибудь, какой-нибудь признак цивилизации мешает хорошему подоснимку. Похоже, наш Гран-Черокки опять вскипает. Нужно давать ей остыть, иначе скоро неизбежно получим недельный отпуск в ремонтных боксах. Как мы ожидали, пузырь образовался. Здесь вижу уже уровень низкий. Куда если заглянуть, видно там низковато. Должно быть где-то до середины банька. Но тут нас больше удручает другое. Наш взгляд упал на продукты жизнедеятельности людей, ничего не знающих об уважении к природе, ее первозданности и чистоте. Какое количество? Что это? Аскорбиновый. А, понятно. Просрочилось, видать, вот и отправили. Не сюда же. Может здесь что-то опрокинулось. Конкретно, не знаю, конкретно ответственность. Раз, два, три, четыре, пять мешков. Здесь разное это все. Нет, для меня непонятно. Нахер на реагенты, вообще химию здесь оставляли. Вот просто до сих пор довезли ее, а не на руках не донесли ведь, а? Ну да, кто-то. И зачем ее надо было здесь выбрасывать? Почему нельзя было отвезти дальше до мусора? Мы не можем сейчас этим заняться, но очень просим соответствующей службы обратить внимание на ситуацию. С этим разбираться сейчас, конечно, времени нет. Да, да. Мы с этим будем внимать. Прошу учесть, такие непонятные вещи тоже происходят у нас здесь. Возможно, раз такие объемы этих лекарственных препаратов, то они откуда-то пропали. Либо за них кто-то есть ответственный. А это вообще какая-нибудь контрабанда? Да, в любом случае нужно... Незаконно. Кто-то избавлялся быстро, может, скинул, я не знаю. Нужно разбираться, в общем, в любом случае. Просим соответствующие органы обратить на это внимание. Сдаводится. Ладно, пойдем. Спонсор 7 ветров – компания «Ваша мебель». Удивительно, как здесь живут люди на таком отдалении от крупных населенных пунктов. Единственным источником жизни для находящихся здесь хозяйств являются эти ухабистые дороги. Вот эта вот дорога – это дорога жизни ряда таких мелких населенных пунктов, которые расположены в районе Гуйнакска, в ту сторону. То есть совершенно по-другому, как я понял, обслуживать не получается. Либо есть какие-то пути, но в основном по этому пути обслуживаются эти районы. На каждой точке моя машина напоминает о неисправности подвески. Дай бог не сломаться. Приближаемся к гнездовьям стервятников. Эта равнина только на первый взгляд такая гладкая. На самом деле, грунт здесь очень неровный. Это ощущается, когда съезжаешь с дороги. Если дорога кажется далекой от идеала, то там, где ее нет, еще веселее. Прибавляет радости и перегрев автомобиля. Очередной привет моей бедной подвеске. Спонсор «Семи ветров» – Финкровля. Надо будет где-нибудь остановиться, глянуть, все ли в порядке с бачком. С расширительным бачком. Чтобы, если есть проблемы, это было устранено по возможности. Неполадки пока решили не трогать. Надеемся, что двигатель остынет, пока стоим. Эти территории полностью принадлежат дикой природе. Почти не тронуты человеком. Ощущение словно попал в доисторические времена. Только не хватает в кадре пролета над машинами птеродактилей или пробегающего по равнине велоцераптора. Но, с другой стороны, наши машины компенсируют этот антураж. Красный тираннозавр «Семи ветров» здесь особенно кстати. А также джип «Гранд Чироки» и «Нива». Спонсор «Семи ветров» – клиника «Академия здоровья». Вот эти скалы – гегемония стервятников, санитаров природы. Это очень умные птицы. Хотя большинство людей считают их страшными. И слово «стервятник» вообще само по себе стало нарицательным. Но мне кажется, это очень милые существа. И как ни крути, а миссия у них благородная – очищать дикую природу от останков животных. Кто еще, если не они? Или трупные черви, на ваш взгляд, более симпатичны? Нас заинтересовала расщелина в скалах. Мы решили изучить ее подробнее. И вдруг мы поняли природу этой расщелины и глубокий смысл ее причудливых форм. Вот здесь была ночлежка первобытных людей. Вот прямо за спиной оператора. Вот сейчас он развернет, покажет. Если, конечно, позволит освещение. Сейчас включу. Вот здесь вот. Очень удобно. Если, допустим, будет идти дождь, здесь будет более или менее защищено. Но осадки будут стекать сверху вниз. И так как он там узко, вот здесь будет набираться. И вот как мы видим, во время дождя, вот здесь вот до этих пор набирается. Как говорится, ничего не случайно. Какой-то кокон, из которого вышло какое-то неведомое существо, какой-то гуманоид. Вот так вот здесь располагался, потом прилетел и... Привет, земляне! Как-то вот так. У вас есть места, которые вам кажутся таинственными? Тогда мы идем к вам. Мы продолжаем изучение пещеры. Вот, получается, во всех этих расщельнах образуются небольшие рычаги, когда дождь идет. Все это вымывается вниз. Вымывается вниз, 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 вниз. Собирается в одну большую лужу. И здесь оживает тропический хаос. А теперь настало время двигаться назад. Краеугольный камень всей нашей поездки в заповедник. Это, конечно же, Бархан, Дюна или попросту Песчаная гора. Уже стемнело, а нам нужны съемки Бархана днем. Доберемся до Бархана и там решим, что делать. В следующей серии. Все-таки техника не выдержала. Автомобиль сломался на въезде в город. Мы, в конце концов, попали на Бархан. «Тише едешь» – мы решили заночевать на территории заповедника. Генеральный спонсор «Семи ветров» – меценат Башир Куштов.